Александр Юрьевич, ну два совершенно разных матча в Уфе получилось. Как вы их прокомментируете? Давайте сегодняшнего. Начнем матч. А нет, что это... Понимаете, молодежь и хоккей, это уже не первый случай и далеко не первый. Один в один ситуация такая же была у нас дома после Йокерит. Один в один. Все, выход в финал, делал свое, сделал то же самое вчера. Сегодня изменили мои подготовку, я имею в виду, и на установке. Ну, видно, что в раздевалке нет должного настроя. Ее же видно, чувствуешь, что настроя нет. Команда не готова биться, там ложиться, с косыми зубами грызь шайб. Не готова. Выбежь, выхмылки. И перед выходом, перед раскаткой еще раз собрали на русле. Ребят, будет плохо. Ну, не приходят по этому первый период, видят, что случилось. Вышли опять поковыркаться. Ну, ты результат. Вроде не ругаешься. Второй, третий я ничего сказать не могу. Уже старались играть. Нормально провели игру. Второй, третий вперед. Моментов очень много. Ну, Господь, Бог, не даст. Если ты не готов изначально к игре. Был. Не настроился, тебе не дадут. Вчера, если мы были готовы с самого начала, они... Вот воротарь в Уфе играл один и тот же, да? Сколько мы вчера залетел, любых, каких хотели, потому что мы готовы. И сколько он сегодня уже там... Он не мог их поймать, не должен был ловить их. Они там уже все, там она уже. Но она все равно в последний момент то в шнурок, то в плечо, то в штангу. Все, не готов к игре. Это объясняет уже много раз. Не подготовились к игре. Знаешь, что удачи на вашей стороне не будет никогда. Не будет ее. Она удача будет у тех, кто готов. Кто готов не проиграть. Кто готов биться. Кто готов грызть ее эту шайбу. Лезть туда ее. Вот и все. Практически проигранный первый период. Практически проигранный из-за неготовности своей. Второй, третий период у меня вопрос. Это ребятам, если никогда разговариваешь, я говорю, ребят, если вы бьетесь, если вы рубитесь зубами и ухватаетесь, то к вам вопросов нет никаких. Ошибаемся мы все. Мы люди, мы все можем ошибаться. Там мы разговариваем об ошибках. А если вы вышли покататься, повозиться, тем более ребят, которые вчера неплохо проявили, почему-то они решили, что им нужно, наверное, может, скаутов видели, может, еще что-то узнали. Почему-то проявить себя нужно не на команду, а себя они стали показывать. Ну, поэтому и результат такой. Поэтому такой результат. Хотя еще раз я скажу, второй третий период у меня нет вопросов. Потому что не забили мы много моментов. В принципе, у соперника полудостаточный момент. Они, само собой разумеется, после вчерашнего поражения вышли отмотивированы максимально. Поздравляем их с победой сегодняшнего. После Кубка мира, как оцените физическое состояние, своя команда, все-таки не так легко, наверное, дается игра. Я еще раз говорю, тут не физическое состояние. Какое физическое состояние у молодых людей? Ну, какое? Они должны тренироваться с утра до ночи тренироваться должны. Про этот вопрос, ну, надо знать, что, ладно, я говорю, слава богу, у нас там Сергей Наилич есть, который понимает в хоккее, который объясняет. Какие могут быть отдыхи у молодых? Какие? Какая усталость у них в 18 лет? Ну, я сейчас вспомню, какая в 18 лет усталость может быть, а? Ну, 3 часа ты восстановился. Там тренироваться с утра до ночи нужно. Ничего они там не устали. Психологи с головой проблемы, с головой проблемы. Они сыграли игру, у них все в голове, они там мастера спортсмен. Сейчас в раздевалку зашли перед игрой. Ни одного кис нет. Одни герои Советского Союза сидят. Все, ну, и так резко. Все, герои одни, одни герои сидят, они там. Она же чувствуется в раздевалке. Когда настрой идет, в раздевалку, потому что там воздух звенит. Воздух звенит. Вот ты зайдешь, когда настрой в раздевалку, там воздух тяжелый, войти в нее тяжело. А когда мы с тренером, с моим помощником, на собрание, он говорит, что на ярмарке, вон там, народ стоит, то же самое в раздевалке. Какая игра может быть, о чем раздевалку, пытались мы, пытались. Лишний раз, чего собрали, чего лишний раз. Ну, настрой с головой проблемы, с головой. Мастерства же нет такого, как у взрослых, которые, может быть, за счет мастерства где-то могут обыграть. Только максимальный настрой. Только застрой не проиграть, может принести успех. Все, другого пути нет. То же самое у нас с автомобилистом был. Один в один. Никого же не застолкаться в первую игру. Никто толкаться не хотел, абсолютно. Просто никому обыгрывать пошли. Вот это вопрос. Усталости никакой. Я про физическое состояние там. Вот мы приехали сюда в Уфу на турнир. После такого груза, после которого нормальный человек, ну, практически не выдержать ему. Ну, не выдержать. Они приехали с Альдера, там, ну, просто катастрофа. Они алья радом называют. Катастрофа. Никаких вопросов не было. Физической готовности они не играли. И сейчас их нет. И нет, и не будет. Они молодые ребята, они готовы всегда побиться. Вопрос психологии. Конечно, бывают там какие-то спады. Не может на одном, на высоком уровне физически находиться человек. Ну, молодые люди, они восстанавливаются. Я не думаю, что в этом проблема. Если мы начали по 2-3 период биться, так мы ничем не уступили, ни в движении, нигде. Поэтому я не думаю, что здесь кроется. Неудача отсюда исходит. Думаю, что нет. Думаю, что психология.